Всем привет! Меня зовут Таша и вы на канале Вкусный Уголок. Сегодня к праздничному столу хочу вам предложить очень вкусные мясные закуски. И первый рецепт это будет мясной рулет с черносливом и курагой. Продукты, которые для него потребуются, вы видите на экране. Итак, начнем со специй. Для этого рецепта вы можете брать абсолютно любые, которые любите, либо которые у вас есть. У меня сегодня чайная ложка соли с горкой, 2 чайные ложки уже готовой приправы для мяса, 1 чайная ложка приправы хмели-сунели и 1 чайная ложка сухого чеснока. Все это хорошо перемешаю и пока отставлю в сторонку. Затем берем курагу и чернослив. У меня здесь 100 грамм чернослива и 50 грамм кураги. Изначально они у нас уже продаются очень мягкие, поэтому я ничего не замачиваю. Я просто хорошо помыла в теплой воде и все. Теперь порежу их на вот такие вот некрупные кусочки. Вот видите, черносливину я разрезала на 3 части. Вот примерно вот так. Но если у вас сухофрукты продаются сухие и твердые, тогда, конечно же, их нужно залить кипятком и оставить примерно на 20-30 минут. Я уже порезала и отставляю в сторонку, пока мне не потребуется. Далее мясо. У меня сегодня шея здесь 1,7 кг. Я его хорошо помыла и обсушила бумажным полотенцем. Теперь из него нужно сделать тонкий пласт. То есть я буду его вот так вот потихоньку подрезать и разворачивать. Делать это нужно предельно аккуратно, чтобы ничего нигде не прорезать. Вот примерно вот так у вас должно получиться. Если вдруг вы где-то прорезали дырку, вот видите, как я была не очень аккуратной, просто сверху отрезаете кусочек мяса и закрываете эту дырку. Теперь берем молоточек и немного отбиваем мясо. Затем берем специи, которые перемешивали. Примерно половину посыпаем сверху. И делаем легкий массаж. После этого выкладываем курагу и чернослив. И как можно плотнее заворачиваем рулетом. Берем оставшиеся специи. Добавляем в них примерно ложку майонеза. Хорошо перемешиваем. И вот этой смесью обмазываем сверху рулет. Обвязать рулет можно специальным шпагатом, обычными нитками, либо как у меня, вот такими вот, видите, силиконовыми канатиками. Я их посоединяла вместе и сейчас обмотаю. После этого берем фольгу и плотно заворачиваем мясо в несколько слоев. Затем рулет перекладываем в форму, в которой будем выпекать. И оставляем при комнатной температуре промариноваться на пару часов. И уже после маринования ставим в заранее разогретую духовку до 200 градусов, примерно на час сорок. Если вы это мясо будете подавать как горячее, тогда примерно за минут 15 до окончания готовки, вот здесь сверху нужно разрезать фольгу, чтобы оно немножко подрумянилось. Я же буду подавать как холодную закуску, поэтому я этого делать не буду. Моё мясо готово. Если вы подаете на горячее, то сразу же разворачивайте и подавайте. Я же оставлю в таком виде остыть, а затем поставлю в холодильник еще на 5-6 часов. Так оно будет лучше резаться. После холодильника разворачиваем. Снимаем вот эти канатики. Если у вас нитки, то тоже их снимаем. Ну и, конечно, покажу, какой же рулет в середине. Вот такая красота, видите? Порезать его можно достаточно тонко. И можно подавать к столу. Это очень вкусно, по-домашнему, и я уверена, что понравится всем вашим гостям. Второе блюдо это мясной рулет из фарша. Продукты, которые нужны для него, вы уже видите на экранах. Итак, приступим. Ставим сковороду на огонь, разогреваем, наливаем в нее немного растительного масла. Выкладываем 2 большие луковицы, порезанные кубиком. У меня были весом на 320 грамм. И периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Затем добавим 350 грамм мелко порезанных шампиньонов. И также периодически перемешивая, тушим на огне выше среднего, до выпаривания всей жидкости от грибов. Вот посмотрите, примерно вот такие грибы у вас должны получиться. И теперь оставляем их остыть. Ну а тем временем, берем емкость, вбиваем в нее 5 яиц. Добавляем 200 грамм сметаны, у меня 15% и все хорошо перемешиваем. Затем сюда добавляем 2 столовые ложки манки, у меня вышло на 36 грамм. 200 грамм любого твердого сыра, потертого на мелкой терке. И перемешиваем ложкой. И теперь вот это получившееся тесто нужно оставить постоять минут на 15-20, для того, чтобы манка немного набухла. Время прошло. Берем противень от духовки, у меня размером 43 на 33. Я его устелила пергаментной бумагой. Теперь еще раз хорошо перемешиваем тесто, выкладываем и равномерно распределяем. Все ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов на 15-20 минут. Ну и пока основа готовится, приготовим начинку. Для нее в емкость выкладываем грибы с луком. Берем погружной блендер и перебиваем до однородности. Добавляем в грибную массу 400 грамм фарша, можно взять абсолютно любой. У меня сегодня курица пополам со свининой. Пучок мелко порезанной зелени, у меня укроп. И любые специи по вкусу. Я добавлю чайную ложку соли и немного черного перца. Все это нужно хорошо перемешать. И пока отставляем в сторонку. Основа готова. Вот такая она получилась. Теперь ее нужно оставить минут на 10, не больше, чтобы она слегка подостыла. И затем нужно очень аккуратно перевернуть. Это можно сделать любым удобным для вас способом. Я взяла решетку от духовки. Сверху вот так постелю тефлоновый коврик. Теперь накрою свою основу. И переверну. Бумагу теперь нужно убрать. И также убираю решетку. Ну и теперь пока основа еще горячая, не нужно ждать, чтобы она остыла, потому что потом будет ломаться. Выкладываем сверху на нее фарш. Распределяйте равномерно, чтобы слой был ровный. Все, примерно вот так у вас должно получиться. Обратите внимание, что с одной стороны я немного не доложила фарша. Это нужно для того, чтобы было удобно завернуть. И теперь сворачиваем плотненьким рулетом. Затем берем фольгу, очень аккуратно перекладываем на нее рулет. И заворачиваем несколько слоев. В конце вот так хорошо поприжимайте, чтобы рулет у вас был плотный. Все, отправляем рулет в заранее разогретую духовку до 190 градусов ровно на 40 минут. После приготовления рулет оставляем остыть до комнатной температуры, а затем прячем в холодильник еще на 5-6 часов. Ну а после холодильника уже разворачиваем и можно разрезать. Вот посмотрите, вот такой красивый он получается в середине. Такой рулет можно тонко порезать и подать к любому праздничному столу, либо приготовить просто на бутерброды. Попробуйте сделать. Третий рецепт это шикарное мясо в мясную нарезку. Готовится очень просто и продукты вы уже видите. Сперва нужно приготовить маринад. Для него я в емкость выливаю 100 мл обычной воды, 100 мл соевого соуса, пол чайной ложки соли, упаковка приправы для корейской морковки, в упаковке 25 грамм, и сок половинки лимона. Все это нужно хорошо перемешать до растворения соли. Теперь берем мясо. У меня здесь 2 кг свиной шеи, но в принципе мясо можно взять абсолютно любое. Просто, например, если вы возьмете беточное мясо, то конечный продукт будет у вас немножко суховат, а с шеей будет очень сочно и вкусно. Теперь возьмем обычный пищевой пакет, выкладываем в него мясо, прямо сюда в пакет выливаем весь маринад. По возможности выпускаем весь воздух и хорошо завязываем. Этот пакет кладем в еще один пакет и в какую-то емкость. У меня вот такая миска. И теперь в таком виде ставим в холодильник на одни сутки. За это время пару раз мясо вот так вот переверните. Сутки прошли. Вытаскиваем мясо из маринада и хорошенько так не жалея обматываем ниткой. Для этого можно использовать специальную нитку, но у меня обычная. Когда обматываете, старайтесь его так немножко стягивать. Вот обратите внимание, что мясо стало такое более сгруппированное. Видите? Теперь плотно заворачиваем его в фольгу. Заворачивайте хорошо, чтобы у вас ничего нигде не протекло. Теперь мясо перекладываем на противень от духовки и ставим в заранее разогретую духовку до 190 градусов. Из расчета 1 килограмм мяса примерно 1 час 15. То есть у меня 2 килограмма. Я поставлю где-то на 2 часа 30 минут. Мое мясо уже готово. И как видите, фольга немного не выдержала и сок вытек. Но это ничего страшного. Теперь в таком виде я оставляю полностью остыть до комнатной температуры, а затем прячу в холодильник еще примерно на 5-6 часов. И уже после холодильника можно разворачивать. Обратите внимание, что мясо у меня без желе вокруг. Оно сухое со всех сторон. Я когда оно было горячее, внизу в фольге сделала небольшую дырку и слила весь бульон. Я его потом использую куда-нибудь в другое место. Теперь снимаем все нитки. И теперь уже мясо можно разрезать. Вот видите? Посмотрите, какое оно красивое в середине. Такое мясо тонко режется. Оно подойдет в любую мясную нарезку и, конечно же, украсит ваш праздничный стол. И последний рецепт на сегодня это куриный рулет с сухофруктами. Продукты, которые нужны для него, вы уже видите. Итак, приступим. Нам потребуется куриное мясо. Сегодня я взяла 1,2 кг куриные грудки и 1,1 кг мяса бедер без кости. Я его хорошо вымыла. И теперь нужно порезать на кусочки. Как видите, кусочки у меня довольно-таки крупные. Видите, вот это куриная грудка, а вот это вот бедрышки порезанные. Они немного, конечно, мельче. Я специально резала так крупно, потому что это будет именно куриный рулет, а не колбаса. Теперь я выкладываю на досочку. И все эти кусочки нужно слегка отбить, совсем немного. И выкладываю в большую емкость. Дальние специи, естественно, они могут быть любые. У меня сегодня такие. Здесь соль. Она по вкусу, но я всегда добавляю из расчета 1,5 чайные ложки на 1 кг мяса. Также на все это количество мяса добавляю пол чайной ложки приправы смесь перцев, чайную ложку сухого чеснока, горчицу в зернах, но это если любите, у меня здесь 2 чайные ложки. И жидкость из расчета 80 мл на 1 кг мяса. Это может быть просто вода, бульон, 10% сливки, молоко, либо, как у меня сегодня, молоко пополам с водой. Выливаем прямо в мясо. И теперь все это нужно хорошо перемешать. Поначалу вам может показаться, что жидкости очень много, но постепенно она будет впитываться в мясо. Вымешивать нужно примерно 15-20 минут. Вот так, как я, видите, хорошо сжимаю мясо в руках. Все, и теперь я его накрою тарелкой. И так оставлю примерно минут на 30, чтобы оно слегка промариновалось. Время прошло. И теперь, если у вас рука для запекания, то просто разрежьте его на нужные вам куски. У меня пакет для запекания, поэтому я буду использовать просто целый пакет. Выкладываем на него мясо. Как наполнитель я хочу использовать курагу и чернослив, но, конечно, можно делать и без этого, просто обычный куриный рулет. Сверху еще немного покроем мясо. И сейчас нужно аккуратно, стараясь так поплотнее, завернуть. С одного края завязываем. Завязывать старайтесь как можно плотнее. И, как видите, пока я завязывала, то с этой стороны уже вылезла. Засовываем его обратно. И как бы так вот немного утрамбовываем. И затем уже тоже закручиваем и завязываем второй конец. И вот таким образом делаем столько колбасок, сколько у вас получится. Даже если первая у вас выйдет не очень, то я думаю, что со второй вы уже приловчитесь и все пойдет хорошо. Вот посмотрите, у меня получилось 4 вот такие колбаски. Три примерно одинаковых, а одна чуть меньше. Но это ничего страшного. Теперь нужно взять пищевую пленку и очень плотно обмотать каждую колбаску в несколько слоев. Слоев должно быть примерно 4-5. Вот примерно вот так должно получиться. Далее берем кастрюлю. Если у вас есть одна большая, то это отлично варите в одной. У меня будет в двух. И выкладываем рулеты. Затем заливаем их холодной водой. Чтобы рулеты утонули, накрываем тарелкой. Накрываем крышкой и на большом огне доводим до кипения. Как только закипело, делаем самый маленький огонь, чтобы кипело еле заметно. И варим 1 час. У меня готово. Я только что сняла с огня. И теперь вот эти готовые рулеты выкладываем в холодную воду. Идеально, если она будет ледяная. И вот в таком виде, периодически меняя вот эту холодную воду, оставляем полностью остыть до комнатной температуры. Ну а затем уже прячем в холодильник на несколько часов. Я обычно просто ставлю на ночь. А теперь я хочу вам показать, как рулет режется, и как он в середине. Вот посмотрите, видите, какая красота? И порезать его можно довольно-таки тонко. Вот такие мясные закуски у меня сегодня получились. Ну а если вам что-нибудь понравилось, то обязательно попробуйте приготовить. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.